Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенький ролик по игре Кэтс. Сегодня я бы хотел с вами поговорить по поводу ставок, а именно дать три самых главных совета, которые вы должны знать, если вы активно ставите свои вещи на ставки и пытаетесь прокачать с помощью вот этих вот процентов. Первый мой совет заключается в том, что вы не должны особо заострять свое внимание на быстрых ставках. Объясняю почему. Многие говорят то, что если вы будете ставить свои вещи на быстрые ставки, то вы за меньший промежуток времени получите такой же процент, как и на долгих ставках. Но я на самом деле с этим высказыванием не согласен, сейчас объясню почему. Если вы, например, поставили какую-нибудь свою деталь на быструю ставку, то если вы ее проиграете, вам придется заплатить столько же, сколько бы вы заплатили на долгой ставке. Но на долгой ставке вы получили бы проценты 10 или 6, а на вот этой вот быстрой ставкой 1 или 3. Ну, у меня тут 5,3, а потом объясню почему. Вот, в общем-то, это не очень безопасно, и вам придется потратить гораздо больше гемов, ежели чем вот на долгой ставке. Также еще хочу сказать то, что на долгой ставке вы сможете прокачивать сразу 3 вещички, а на быстрой всего лишь одну. И в этом тоже заключается плюс вот этой вот долгой ставки. Я вообще считаю то, что быстрые ставки в этой игре только для того, чтобы узнать, ну, какой будет бонус на вот этой вот детальке, которую вы поставили. Больше я не знаю, для чего они нужны. Но, если честно, конечно, есть и 100% ставки, на которые вы можете спокойно ставить, как бы если вам там немножечко до 60% не хватает. Еще хочу сказать то, что 60% это максимальный процент, который вы можете получить благодаря ставкам. Вот, в общем-то, на этом мой первый совет заканчивается. Сейчас мы перейдем ко второму. Я специально здесь поставил ставку вот в быстрой игре, и сейчас вам покажу, как можно не потерять свои вещи, если вы, конечно же, все-таки проиграли свою ставку. Давайте посмотрим эту игру. Я, на самом деле, не уверен, но вроде бы должно случиться так, как я думаю. Так, ну да, вроде бы я все правильно поставил. Отлично. В общем-то, вот, смотрите. Я проиграл сейчас вот этот вот деревянный реверс, да, я как понимаю. И, в общем-то, мне его нужно восстановить за три кристалла. Представим такую ситуацию, то, что у меня нет этих кристаллов, и что же мне делать, чтобы не потерять свою детальку? Я просто беру вот так вот, закрываю игру, захожу, получается, снова в нее, и смотрим, что у нас происходит в этот момент. Так, загружается игра. Сейчас она загрузится, и мы снова зайдем в ставки, и увидите, что у нас произошло. Так, давай грузись. Отлично, вот она загрузилась, и, как вы видите, у нас здесь написано, детали на кону 4, проверьте результат. Именно проверьте. Видите, наша деталь еще все так же у нас. Давайте вот мы даже это проверим. Так, вот она. Вот она до сих пор стоит на ставках, и у нас ее не забрали. И мы как бы можем вот в это время поднакопить вот эти три кристалличка, и потом ее спокойно забрать. То есть так вы можете сохранить огромное количество своих вещей. Многие в моей группе ВКонтакте, где я как бы делал свои прогнозы вот на эти ставки, пишут, типа, вот, я из-за тебя там, допустим, проиграл такие-то вещи, либо я поставил против тебя и тоже проиграл вещи, там, топ-корпус, топ-оружие. И я на самом деле удивляюсь, почему эти люди именно проигрывают свои вещи, они же могут просто взять вот так вот, как я, свернуть, закрыть игру, и просто потом поднакопить немного вот этих вот кристаллов, открывая сундуки там что-либо делая, и просто их вернуть. Вы можете ими так же продолжать спокойно играть, просто если свернете игру и не будете нажимать вот на эту кнопку смотреть. То есть вы, например, поставили по моей ставке, вот. Ну, если я, конечно, ее проиграл, вы заходите в группу, читаете комментарии, типа, вот, ты проиграл, там могут меня в этот момент обзывать, всякое такое может быть, но это не особо важно. Ну, в общем-то, вы узнали то, что я проиграл, можете сразу просто не нажимать на кнопочку смотреть. Если вы же сами решили проверить результат, просто нажимаете на кнопку смотреть. Если вы увидели то, что вы проиграли, то вы просто, как я, сворачиваете игру, закрываете ее, и потом, в общем-то, копите эти кристаллы, чтобы восстановить вот эту вот вещичку. Вот, в общем-то, второй мой совет закончился, и сейчас третий совет, который я считаю очень-очень важный в этой игре, потому что благодаря этому очень сильно начинают иметь значение именно быстрые ставки. Как я говорил в начале, то, что быстрые ставки с процентом 1,3, это вообще просто тупизм и огромный-огромный риск. Но если вы прокачиваете вот это вот умение, которое открывается, как я понимаю, вот это вот у нас за престиж, а вот эти умения открываются примерно на 22-м этапе. Но, если честно, я могу ошибаться, если что, исправьте меня в комментариях. Вот здесь у нас есть такое умение, как награда за быструю ставку. То есть я его прокачал, получается, первый раз, по-моему, за 2, а второй раз за 4 вот этих вот значка. Вы спокойненько прокачиваете, и у вас от этого прибавляется аж 2%. То есть теперь у вас становятся быстрые ставки уже немного поинтереснее, и вам за 5 минут могут дать уже 5%, либо же 3%. Это, как по мне, ну просто огромный плюс, если учитывать то, что долгая ставка идет 5 часов, а здесь будет быстрая ставка идти 10. Если вы не прогадаете 2 раза, то вы реально получите такой же процент, как могли бы получить за 5 часов. Вот тогда уже вот эти вот ставки быстро имеют уже гораздо большее значение, чем тогда, когда вы за них получаете 1 или 3%. То есть я считаю, когда вы прокачиваете уже вот этот вот навык, то вы уже, ну реально сможете нормально так процент повышать благодаря вот этим быстрым ставкам. Но все-таки я, конечно же, советую вам ставить именно на долгие ставки. Тут и 3 вещи можно поставить, так что не знаю. Я лично ставлю на все, потому что у меня этих кристаллов полно. Я их вообще не знаю практически куда в этой игре тратить. Ну, я не открываю сундуки, я просто их трачу только вот на ставки, и вот они у меня копятся, все и копятся. В общем-то, все, друзья. Я уже не знаю, что вам еще раз сказать про ставки. Вы просто можете заходить в мою группу ВКонтакте. Там, конечно, у меня иногда и бывают ошибки. Как бы я, ну, это не скрываю. Я там пишу, какие у меня ставки не прошли, какие прошли. Вы сами можете посмотреть, но если я не ошибаюсь, то, по-моему, я только 2 пока что ставки за все время проиграл. И я считаю, что это хороший результат, и вы можете ставить вместе со мной, и так вы сможете неплохо поднимать свой процент. Многие люди говорят, что они реально неплохо так процент подняли благодаря моей группе. Это, на самом деле, очень классно. Вот эту ставку я в группу не учел. Это первая ставка, которую я решил пропустить в моей группе, если честно, потому что я в ней, ну, просто крайне не уверен. Я просто поставил так уж ради прикола вот на этого чувака. Я вхожу в те 19 тысяч человек, которые все-таки решили на этого парня поставить. Ну, все-таки, как бы, ну, я не уверен в этой ставке на 100%, но, блин, все-таки может какой-нибудь рандом сыграть, и я все-таки смогу победить. В общем-то, ладно, ребят, я уже достаточно много начал говорить, хотя тут было всего лишь 3 совета, но я этот ролик умудрился аж на 7 минут растянуть. В этом вот мой скилл разговаривания такой. Ладно, в общем-то, ребят, я вам про ставки более-менее все рассказал, и эти 3 совета, надеюсь, вам помогут. Самое главное, учтите второй совет и третий, потому что второй вам очень-очень сильно поможет, если вы частенько проигрываете на ставках. Вы потом можете сохранить свои достаточно крутые вещи, которые вы ставили. В общем-то, ребята, всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал, на мою группу ВКонтакте, нажимать на колокольчик, ставить лайки, писать комментарии. Всем огромное спасибо, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok